Я это количество действительно заметила. Я не могу сказать, что это измеряется несколькими сотнями заключенных браков, но тем не менее цифры, они дают положительную динамику. Что интересно, что увеличивается, если брать по сравнению трехгадичную давность, то сейчас мы достигли пика заключения иностранных браков, когда была первая волна миграции, когда к нам приезжало очень много жителей других республик. Сейчас мы приблизительно находимся на той же самой количественной цифре, на том самом количественном показателе. Это по-прежнему остается яркий, красивый, белоснежный, романтичный день, который сопряжен с криками «Горько», «Шампанским», «Позитивными эмоциями». Стараемся мы сейчас каким-то образом сделать так, чтобы это событие было естественно, прежде всего, личным праздником, но и к этому событию как-то присоединялось наше городское сообщество. И пока вот пошли на такой эксперимент, мы сейчас буквально в течение последнего месяца с департаментом образования проводим такой пробный эксперимент, так называемый конкурс детских фантазий, детских рисунков «Мечта о главном». Да, и вот сейчас дети, которые находятся в детских здравительных лагерях, в дневных лагерях, они рисуют свои рисунки, и эти рисунки в ближайшее время найдут своих адресатов в лице женихов и невест, и вот в этот самый день и в тот самый час вместе со свидетельством о госрегистрации брака они еще получат. И некий такой символический подарок от ребенка, который в этот день присоединяется вот таким способом и поздравляет их с тем событием, которое в их жизни происходит. Мы это начнем делать в ближайшее время. Рисунки сейчас поступают, они очень интересные, они местами наивные, но очень трогательные. Дети рисуют, как правило, рисуют семью, потому что как ни крути, все-таки в каком бы возрасте мы ни находились, да уж, я часто даже на регистрациях это говорю женихам и невестам, мы очень много мечтаем в детстве, затем мы почему-то прекращаем это делать, а в детстве мы мечтаем, естественно, о своем будущем и ассоциируем его с семьей. Нет, такого не бывает. Иногда бывают очень, так сказать, постановочные такие вещи, и они совершенно неуместны, когда кто-то пытается подумать очень долго на вопрос, что же ответить. Естественно, там идут наводящие слова, но честно вам скажу, это смотрится нелепо. Потому что люди сюда, люди готовились, люди назвали гостей, люди пришли сюда, а потом начинается какой-то элемент розыгрыша. Это несерьезно. Большинство, конечно же, говорит «да». Разводов меньше по отношению к бракам, но вы знаете, вот такая вещь получается, их же нельзя сравнить прямо в ситуации здесь и сейчас. Браки у нас в основном заключены, браки 13-го года идут заключенные, 12-го года. А разводятся люди, которые вступали в брак уже давно, некоторые в 80-х годах, некоторые даже в 70-х годах. И то есть тут сказать, сколько молодоженов вступило в брак, сколько их же развелось, это нужно сидеть и скрупулезно изучать этот предмет, очень пристально, и выводить именно те возрастные группы, которые регистрировались. К сожалению, вот картина по разводам, она затрагивает другие еще и возрастные категории, для которых этот белоснежный день был уже давно. Продолжение следует...